приветствую всех меня на канале с вами елена сегодня видео будет невизуальные факторы обо мне но прежде я хочу конечно же извиниться за предыдущего видео где был плохой звук я снимала на планшет действительно там присутствуют какие-то шумы и поэтому я прошу извинить я снимала на полную громкость редактировала видео тоже на полную громкость видимо что-то в самом планшете что звук такой шумный получается сейчас я снимаю на телефон и надеюсь что будет все хорошо слышно и итак первый факт обо мне меня зовут елена мне 43 года я многодетная мама и бабушка одной прекрасной внучки пока следующий факт в детстве так как я из интерната в детстве не пришлось мне наиграться куклами игрушками и сейчас с большим удовольствием играю с моими малыми детьми и по их просьбе или так если у меня сама захочется я вижу для кукол различные там одежду и что-нибудь домик для кукол мне это удовольствие доставляет следующий факт в школе последние три года я занималась в различных секциях это были как туристический кружок легкая атлетика тяжелая атлетика хореография и вокально инструментальный ансамбль и так получилось что несовместимо было ходите на тяжелую атлетику на хореографию мне приходилось выбор сделать я сделала выбор в пользу хореографии и три года я проходила на хореографию после того как я закончила школу естественно мне пришлось въезжать свой город и я не продолжила дальше танцевать но естественно не участвовала больше ни в каких выступлениях как с ансамблем так и с танцами дальше следующий факт обо мне я очень легкая на подъем в том плане что просыпаюсь очень быстро и сплю чутко последнее время конечно доставляет это мне какой-то дискомфорт потому что я не высыпаюсь и мне приходится днем также ложиться спать если идите дома мы устраиваем тихий час то я тоже ложусь потом конечно я сижу до поздна до часов до трех ночи не могу уснуть следующий факт я до сих пор не умею плавать в детстве когда мне было лет наверное 10-12 на летних каникулах отец нас брал домой мы ездили на рыбалку и в один из дней мы когда поехали рыбачить рыбачили на озере мы с сестрами плавали я в этот день чуть не утонула из того момента я вообще не ну я купаться конечно купая с детьми ездим но не плаваем я не переношу полеты на самолете это был единственный раз когда я летала и мне было плохо больше не представилась возможности но и больше не было желания никогда и не переношу дальние поездки на автобусе у нас был случай нам мы ехали восьми часовую поездку на автобусе мне было плохо меня укачивать поэтому я предпочитаю если поездки то на машине или же на поезде очень люблю езду на велосипеде сейчас конечно у нас нет велосипеда но как только появится я опять возобновлю летние поездки на велосипеде несмотря на мой возраст я боюсь высоты даже когда я меняю шторы дома на окнах у нас не сильно высокий подоконник залезть на подоконник залезу а слазить ноги трясутся боюсь даже такой высоты любимый мой напиток кофе я его очень часто пью и хотя сейчас уже надо бы мне реже пить кофе почему его пью у меня низкое давление бывает а также я люблю шоколад а люблю бананы бананы я ем с творогом с йогуртом могу растопленный шоколад макат бананы кушать могу просто есть банана запивать кофе следующий мой факт обо мне это я эмоциональный человек эмоциональная но долготерпеливая я могу долго терпеть многие удивляются моим долготерпением но когда мое терпение заканчивается я рублю все на корню следующий факт обо мне я имею три образования это секретарь референт младший воспитатель или нянечка и коры имею диплом экономика бухгалтерский учет экономист бухгалтер но не по одной специальности из них я не работала что касается секретаря и экономиста бухгалтера нужен стаж не менее трех лет стажа у меня нет и где его взять я не знаю у нас на работу уберут что касается нянечки то с работы у нас в городе очень тяжело и каждый держится за свое место и получается так что следующий факт у нас в квартире живет кошка милка и собачка сонька это две девочки они между собой ссорятся друг за другом гоняются на это очень весело смотреть следующий факт я коллекционирую у меня три коллекции первая это различные блокноты ежедневники еженедельники стикеры канцелярия различная следующий следующая коллекция это коллекция ангелочков я коллекционирую статуэтки ангелочков первые два ангелочка из гипса мне подарила соседка они вешаются на стену такие небольшие остальные ангелочки или я покупала или мне дарили и еще одна коллекция это магнитики из разных городов эта коллекция началась когда я вплотную занималась вышивкой участвовала в игре который называется сюрприз мы отправляли друг другу подарки бандерольки посылочки с различными подарками и те подарки которые мне приходили в них были магнитики и сейчас у меня их около 20 магнитиков я люблю не только вязать спицами крючком и вышивать но люблю и читать сейчас я читаю вот такую книжку екатерина неволина город невидимка это фантастика с дочей мы читаем крис колфер вот такая книжка это первая книга из четырех в этой книжке попадают в сказку близнецы брат сестрой через очень старую бабушкину книгу сказок они попадают в сказки и какие приключения с ними случаются там все написано в этой книжке здесь у меня еще две еще четвертая книга уже переведена ближайшее время я планирую приобрести и еще по поводу чтения за свою жизнь и я прочитала раз шесть наверно библию от корки до корки это начиная от ветхого данного завета полностью все не жалею ни капельки о том что я ее столько читаю и она меня поддерживает тяжелых жизненных ситуациях это поддержка стопроцентная и еще к тому же еще один факт я не считаю себя набожной но бога я верю и может быть это неправильно но церковь и почти посещая очень редко и практически не соблюдая праздники посты следующий факт обо мне я не верю в гороскопы не в гороскоп и не в различные суверия там допустим с пустым видом пройти соль рассыпанная бедная черная кошка дорогу перебежала но и еще там различные я не вдавалась подробности но вот эти которые всех на слуху не верю я в это не верю в гороскопы почему не то что даже почему такое ощущение что это не про меня сколько бы я не слушала там автобусе едешь гороскоп говорят сколько бы не читала не сходится ничего не по характеристикам о близнецах я близнец не по каким-то вот еще другим случаем не получается я понимаю что нужно составлять отдельный гороскоп на каждого там на день рождения на время рождения на соединение каких-то там планет чего-то там чего-то там нет не верю но то что я не пользуюсь косметикой это следующий факт вы это уже знаете потому что у меня на нее аллергия следующий факт я очень долго настраиваюсь на стрижку девочки те кто говорили что мне нужно подстричься да надо кончится зима сниму шапку пойду в парикмахерскую я уже сейчас начинаю настраиваться на стрижку я смотрю различные сайты по стрижкам не маленько подходила у меня не густов волосы очень быстро жарнет поэтому надо подобрать стрижку которая мне подойдет за свое время я единственный раз вырастила волосы ниже попу покрывала у меня прям вниз волосы самые длинные были и я вот если начиная от того времени как я закончила школу до сегодняшнего времени я подстригалась всего лишь наверно не больше пяти раз вот так тяжело я к этому подхожу мне надо не только для себя настроиться нужно еще парикмахеру довериться что он подстрижет именно так как мне хочется следующий факт обо мне я боюсь стоматологов в подростковом возрасте конечно и ходила к стоматологу но как бы мне не лечили зубы как бы не удаляли мне это было больно и сейчас мне это очень тяжело в себе переломать я понимаю что сейчас очень много разных там шип-пшип тебе сделают тебе уже не больно обезболивающее но все равно вот перейти вот этот вот барьер страха для меня сложно хотя надо следующий факт обо мне я не люблю шумные компании и не любила бары рестораны кафешки для меня это сложно для меня это шумно несмотря на то что у нас дома тоже шумно бывает за счет детей но это другое совсем другая категория шума я конечно могу сходить там в кино прогуляться сходить подруги пообщаться сходи в библиотеку в музей на выставке это все я могу конечно но в основном для меня проще посидеть дома повязать почитать вот и но общение конечно же я люблю если возникнет такая возможность ездить с кем-то пообщаться я с удовольствием приеду тем более если это единомышленник вообще это сто процентов так следующий факт я после школы поступала в корпус это училище тогда еще это было училище сейчас так колледж поступала на детское театральное отделение но у меня брат были проблемы с документами и я не смогла на него учиться на этом отделении но до сих пор если я детям малым читаю сказки я читаю разными голосами по ролям это очень для детей интересно может быть таким способом я им смогу привить любовь к чтению потому что им это очень нравится они просят меня читать следующий факт я очень люблю наблюдать за спортивными матчами начиная от футбол хоккей волейбол баскетбол хотя я практически не разбираюсь кто играет какая команда лучше какая хуже фамилии игроков там допустим призеры не призеры это ну вот мне не суть это важно мне важно сам принцип игры даже была такая ситуация мы с сыном смотрели матч футбол бразилия там с кем-то барселона с кем-то вот и сын знает за какую команду лучше болеть и какая команда выиграет я смотрела у себя в комнате он смотрел у себя мы болели за разные команды и мы поспорили чья же команда выиграет ну естественно конечно же выиграла та команда за которую болел сын и и для меня составляет вот это вот азарт самой игры наблюдать как играют игроки как они гол сбивают как они борются с этим мечом или там с с шайбой принцип игры мне нравится поэтому я очень люблю наблюдать но если поступает какая-то информация о цена что будет матч там или что какая-то команда куда-то едет на игру или еще какая-то информация он всем не говорит мне это интересно сразу в интернет и смотреть вот а и последний факт пока последний факт обо мне я теплолюбивая когда мы жили в общежитии у меня уже были маленькие дети у нас было очень холодно завешивали окна одеялами спали одеты и поэтому сейчас у нас дома тепло хорошо несмотря на то что на улице было у нас в эту зиму до минус 45 у нас было тепло и если мне приходится идти на работу в такой мороз я кутаюсь утепляюсь мне тем более простывать нельзя мне хронический паранхит поэтому я берегусь но и несмотря на это я также не люблю сильную жару летом если сильно жарко я предпочитаю тенек или вообще отсиживаться дома в такую жару никуда не хожу ну все это все факты обо мне если у вас возникли какие-то вопросы пишите пожалуйста в комментариях или в личных сообщениях в инфобоксе есть все сайты где вы можете со мной списаться это одноклассники контакт есть инстаграм где вы можете посмотреть фотографии моих работ процесс на этом я заканчиваю удачи вам всех благ берегите себя берегите себя до новых видео пока пока так а Продолжение следует...